МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Зудилов рассказал, что протяженность набережной реки Читы, где планируется провести благоустройство, вырастет до 15,6 километров. Тогда же он сообщил, что город в ближайшее время объявит конкурс на разработку ПСД. Замминистра строительства ЖКХ России Алексей Ересько, напомним, в феврале 2023 года во время визита в Читу осмотрел набережную и предложил продумать детальную концепцию ее благоустройства с учетом подъема воды во время паводков. Он отметил, что каждый город с рекой обязан иметь ухоженную и красивую набережную. Ситуация с лесными пожарами в Якутии в Забайкальском крае остается критической. Глава МЧС России Александр Куренков на совещании под руководством президента России Владимира Путина сообщил, что прогноз остается неблагоприятным. Куренков отметил, что правительственная комиссия признала обстановку на территории республики Саха-Якутия Забайкальского края чрезвычайной ситуацией в лесах федерального характера. Куренков сообщил, что в Якутию и Забайкальский край были переброшены дополнительные силы, включая самолет Б-200ЧС и два вертолета Ми-8. В тушении лесных пожаров задействовано больше 6 тысяч человек, 700 единиц техники и 50 воздушных судов. Ранее сообщалось, что прокуроры вновь разбираются с неготовностью к пожарам в Забайкале. Напомним, власти региона не смогли набрать положенное по закону число лесных пожарных, обеспечить их необходимой техникой. Проведенной со стороны надзорного ведомства проверкой выявлено, что на начало пожароопасного сезона в штате числилось 548 лесных пожарных вместо положенных 1056. Некомплект в подразделениях пожарных десантников составлял 16 человек. Прокуратура проверила состояние Дома культуры в селе Тарапхен после репортажа о канала ЗабТВ. Об этом сообщает пресс-служба государственного надзорного органа. Сюжет о состоянии учреждения вышел на ЗабТВ 17 июня. Заведующая ДК жаловалась на состояние здания. В ходе проверки прокуратура обнаружила действительно нарушение пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Нет пожарной сигнализации и слела изоляция на электропроводке, стекла разбиты на потолке и стенах трещины, внутри здания плесень. Администрация Хилокского района получила представление с требованием устранить нарушение. Ранее стало известно, что на дороге к селу Тарапхен установили понтонный мост через реку Хилок вместо разрушенного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова